всем доброго дня это видео по сути представляет три разных ролика которые когда-то были залиты на наш канал а после удалены отсюда в связи с новыми правилами youtube таким образом у вас есть возможность перейдя по ссылке внизу в описании к видео ознакомиться с этими роликами если вы их еще не смотрели или освежить своей памяти если вы с ними уже знакомы напомню еще раз стоите видео довольно старые и речь идет о трех разных видео объединенных общей темой а собственно фигурой брюса и кому интересна эта тема переходите смотрите еще раз напомню в описании к видео находятся эти ссылки и немного расскажу об этих роликах первое видео относятся к самой фигуре брюса ли такой довольно неоднозначной и иногда сомнительной фигуре и в области кинопроизводства и в области боевых практик и в области философии а как известно он брюс ли окончил курс связанные с философией ну и так далее другой стороны конечно мы не можем не отметить что этот человек очень сильно повлиял на все три эти сферы желая того или не желая того конечно он был довольно и харизматичной личностью и как раз вот в кинопроизводстве вернее в актерском мастерстве он продемонстрировал то чего не было до него вот эту вот сверх харизматичную даже где-то по нынешним временам переигранную такую актерскую манеру манеру подачи материала и это имело свои результаты те боевики которые мы сегодня наблюдаем и гонконгские там восточные боевики и западные различные боевики рукопашные я имею ввиду рукопашные сцены которые ставятся в различных фильмах многие из них четко ориентированы на работу брюса ли на съемочной площадке вот это вот харизматичность вот это вот особенная манера играть лицом не только руками корпусом и ногами но играть лицом во время боевых сцен это конечно все результат работы брюса ли да и сам постановочный процесс постановка боевых сцен в нынешних фильмах многим обязан именно фильмом с брюсом ли я конечно понимаю что на сегодняшний день его фильмы вернее фильмы с его участием не так интересны как это было когда-то порой они кажутся скучными затянутыми но это был прорыв в области вот таких вот рукопашных боевиков в частности брюс ли избегал нарезки кадров как это делалось и порой делается в современных боевиках он работал на реальной скорости хотя использовал не так много технических элементов для этого и если говорить о философии то его влияние на западное понимание восточной философии восточной традиции и тех философских и какие-то концептуальных основ которые лежат в таком фундаменте если можно сказать так боевых искусств это тоже заслуга брюса ли и вот кстати такой интересный момент я не раз замечал что порой приходят на этот канал люди которые считают себя приверженцами брюса ли хорошо понимающими его идею это люди читавшие его книги но на самом деле видимо читавшие не глубоко и по диагонали знаете есть такой вот парадокс связанные с тем что чему-то новому надо все-таки обучаться нужно как-то привыкать к этому новому а вот старое и известно легко выхватывается из контекста вот я замечаю что многие приверженцы брюса ли как раз выхватывают из контекста то что им близко это что они считают истинным правильным справедливым и так далее и зачастую высказывание таких людей по смыслу совершенно противоположное тому что имел ввиду брюс ли если внимательно читать его книги и вот если первое видео о котором сегодня идет речь посвящено самой фигуре брюса ли то другие два видео посвящены разбору нескольких буквально главок из его книги путь опережающего кулака там мы буквально разбираем мысли изложенные в этой книге и вы убедитесь что многое из того что приписывается брюсу ли якобы он говорил вот это он говорил вот это давайте реформировать боевые искусства например это ему приписывается или тому что боевые искусства все китайские традиционно никуда не годятся только брюс ли создал что-то стоящее так вот это совсем не так если внимательно читать его книги вот таким образом два других видео посвящены как раз разбору того что изложено буквально в его книгах им же брюсом ли и так кому интересны эти темы кому интересен брюс ли и как боец и как актер и как философ переходите по ссылкам в описании к видео там кроме этого еще масса ссылок на ресурсы содержащий информацию о боевых искусствах и не забываем подписываться делиться ставить лайки писать комментарии жать колокольчик чтобы ничего не пропустить переходить на плейлисты нашего канала чтобы легче сориентироваться в тех темах которые соотносятся с боевыми искусствами и счастливо хороших вам тренировок